Сегодня у нас Cobalt Машинка неплохая, задумывалась как рабочая лошадка Большой багажник, минимум комфорта Но вот, интересно, оказалась слаба на задок Многие владельцы Cobalt жалуются на то, что Задние амортизаторы выходят из строя У некоторых начинают соплеиться уже 15-20 тысяч А выходят полностью из строя ближе к 60-70 тысячам Поэтому ставим Каябу Благо делать это легко Поднимаем машину, снимаем колеса У меня появляется впечатление, что инженеры сделали все, чтобы извиниться за своих недоброкачественных поставщиков, амортизаторов Сделали классное верхнее крепление Легко откручивается, легко подлазить гайковертом Ничего не надо в салоне разбирать Даже болты хорошие поставили Для полного счастья не хватает закладной капсулы с ВДшкой Вот в этот болт, чтобы при пробеге 50 тысяч взрывалась капсулы И сама ВДшка впрыскивалась, чтобы можно было легко открутить болт Но, в принципе, он откручивается Кто по предусмотрительной может сразу заказать не только стойку, но и отбойник, пыльник Мне придется все это как-то восстанавливать, потому что я не подумал об этом Верхние болты крепления стойки подключены 15, нижние подключены 18 Амортизаторы сняты, находятся на рабочем столе И тут везуха заканчивается Все, кто разбирал амортизаторы, жалуются на то, что вот эти гайки очень плохо откручиваются Поэтому я их зачистил, облил ВД-40 и иду пить чай Мне стойки подребелки не нужны И тем более у них испорченные штуки Поэтому я просто зажал шток в тесах и открутил гайковертом Кстати, разница стоек, которые многие ставят 34-34-59 Каяба От оригинальной стойки, видна, если их рядом сравнить Помимо этого, видно, что шток у оригинальной стойки уже совсем накрылся Он не только с язвами, но еще и гнутый Дальше, конечно же, нас ждет прокачка амортизаторов Просто нажимаем до упора и отпускаем Он типа сам выходит потихонечку В Каябе говорят, как будто при этом Газ, который попал в масло Снова уходит в свою газовую среду И амортизатор начинает работать ровно без рывков, как и было рассчитано Повторять надо раза 4-5 Ну и, конечно же, сама зеркальная часть тока должна оставаться зеркальной Для этого нельзя к ней прикасаться ничем шершавей щеки младенца Очень приятно, что в Каябе работают не такие извращенцы, как в GM Гайка, которая фиксирует шток амортизатора У GM сделано под ключ на 15, а у Каябы под ключ на 14 Конечно, если откручивать варварским способом, как я в тисках, то это не важно А вот закручивать придется нежно и аккуратно Понадобится вот такой ключик, но на 15 в случае, если вы ставите амортизатор GM У меня на 14, и он, конечно же, у меня есть, в отличие от ключа на 15 Когда амортизатор собран вместе с пыльником, поставить его уж много ума не надо О том, что это очень удобно делать пневмогой ковертом, я лишний раз вам капать не буду Каждому свое Купив его, я еще не раз об этом не пожалел Пыльники менять обязательно Вот я пожалел, подумал, что они выдержат Они, оказывается, рассыпались полностью Обязательно ставить амортизатор наклейкой в сторону улицы Потому что, как вы потом будете хвастаться, что у вас стоит Каяба? Вроде все на этом Удачи всем, пока!